Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сшить кепку для кукол Монстер Хай. Для работы нам понадобится вот такая выкройка. Я уже показывала, как ее сделать в мастер-классе с панамкой. Для тех, кто не видел этот урок, сейчас из него я вставлю отрывок в это видео. Сейчас я покажу вам, как построить выкройку, по которой вы сможете подобрать размер под любую свою куклу. Для этого нам понадобится сама кукла. У меня Дракулаура из серии Монстер Хай. Также понадобится линейка, бумага в клеточку, ручка или карандаш и сантиметровая лента. Первым делом мы с вами должны снять две мерки. Это обхват головы. Берем сантиметровую ленту и вот так обхватываем голову своей куклы. У меня получилось 15 сантиметров. Запишем эту мерку. Обхват головы 15 сантиметров. Далее нам нужно снять выкройку. Высота нашей панамки. Для этого мы берем вот так и поднимаемся к макушке. 4 сантиметра. Высота панамки 4 сантиметра. Отмечаем с помощью линейки на бумаге наш обхват головы 15 сантиметров. Вот он. Теперь мы должны разделить наши 15 сантиметров на 6, так как у меня будет панамка 6-ти клинка. Делим на 6 частей. 15 разделить на 6 будет 2,5 сантиметра. То есть мы должны отмерить отрезки вот здесь по 2,5 сантиметра 6 раз. Вот мои точечки. Теперь мы должны подняться вверх на 4 сантиметра. Обозначаем наши 4 сантиметра на бумаге. Вот они. Проводим прямую линию. Проще всего строить все выкройки на бумаге в клеточку. Тут не нужно выравнивать углы линейки. Все замечательно видно. И теперь мы должны провести прямые линии от наших пометок вверх. Вот что должно получиться. Теперь мы берем ножницы и вырезаем наш прямоугольник. Теперь по вот этим линиям складываем наш прямоугольник в гармошку. Собираем гармошку. И на лицевой части мы сейчас нарисуем наш клин. Для этого проводим посередине вот такую прямую линию. Вот так. И сейчас мы должны сделать вот такой небольшой срез. полукруглый. Теперь мы берем, складываем нашу гармошку еще раз по нашей вот этой центральной линии. Берем ножницы и срезаем этот клин полностью по всей нашей гармошке. Теперь мы должны все клинья разложить и где у нас не дорезалось, поразрывать. И вот мои 6 одинаковых клиньев. Продолжаем строить нашу выкройку. Мне понадобится еще один лист бумаги и клей. У меня клей-карандаш. Что мы делаем? Наша задача приклеить наши клинья цветочком друг к другу. Вот так. И вот я уже доклеиваю последний клин. Вот так. Чтобы вам было лучше видно, я сейчас обведу их, чтобы вы увидели мой цветочек, который получился. Вот так уже лучше видно. Все углы я постаралась выдержать одинаково, на одинаковом расстоянии, чтобы у нас потом получились ровные швы. Теперь мы должны учесть вот именно наши швы, отступить небольшое расстояние, где-то вот так, по всему нашему цветочку. И вот такая окончательная выкройка верха нашей панамы. Как видите, в некоторых местах я сместила. Когда мы делаем отступы на швы, мы окончательно делаем симметрию всех наших клиньев. Как видите, все наши стороны симметричны. Теперь мы берем ножницы и вырезаем нашу выкройку. Как вы уже поняли, это основная базовая деталь верхней части головного убора. Для панамки мы ее использовали вот в таком оригинальном виде. Для кепки мы сейчас ее немножко переделаем. Для этого укладываем нашу выкройку вот таким образом, чтобы было два параллельных клина. И сейчас мы должны вот тут сзади вырезать небольшое расстояние. Вот так. Теперь мы складываем нашу выкройку пополам. Совмещаем концы, вот так. Берем ножницы и вырезаем вот это расстояние. У меня будет кепка комбинированная. Я буду шить ее из двух видов ткани. На подкладку я пущу вот такую трикотажную белую ткань. А сама основная ткань у меня будет джинсовая. Сперва выкроем подкладку. Для этого я беру свою подкладочную ткань, определяю изнанку. И сейчас переведу на нее свою вот эту детальку. Сначала я ее приколю булавочкой, чтобы она никуда не убежала. И обведу ручкой. Обвожу прям по контуру. Теперь я снимаю булавку и ножницами вырезаю по контуру. И вот такая у меня получилась первая деталька, наша подкладка. Приступаем к верхней части нашей кепки. Опять сейчас будем моделировать нашу выкройку. Параллельно нашей выемке мы должны оформить перец. Ищем серединку вот здесь. И дорисовываем наш клин. Вот так. Берем ножницы и вырезаем его. Вот эта деталька полностью готова. Это передняя часть нашей кепки. А эту мы сейчас немного доработаем. Я беру небольшой кусочек бумаги. Также мне понадобится клей. У меня обычный ПВА. Теперь я беру карандаш и дорисовываю вот здесь отступы на швы. Теперь будем шить. Я буду использовать два цвета. Белый и черный. Нитки сорокового размера. Ниточка в один слой. Сейчас будем сшивать вот эти две детальки. Превращать в одну. Вот так мы должны ее соединить. Шов. Назад иголка. Мелкий стежок. Сшиваем наши вот эти две детальки. Вот я уже дошла до серединки. Теперь переворачиваю свою детальку вот так. И продолжаю сшить до этого конца. И вот что у меня получилось. Теперь нужно зашить вот эту выточку. Соединяем края. И начиная вот с этого места, будем зашивать ее. И также белыми нитками мы должны зашить вот эти выточки на нашей подкладке. Соединяем ровненько края и зашиваем их. Вот так сейчас выглядит подкладка. Все выточки зашиты. Теперь мы должны зашить их и на нашей основной детали. Мы зашиваем вот эти выточки. Также начинаем с края. Но мы должны полностью прошить до конца клина. До нашей серединки. Чтобы выделить рельеф нашей кепки. И вот я полностью прошила до нашей серединки. Вот так сейчас выглядит наш вот этот крайний клин. Также зашиваем и вот этот клин выточку до серединки нашей кепки. И вот уже готово. Теперь мы должны сделать козырек. Укладываем вот так передней частью нашей будущей кепки. И на бумаге. Берем, рисуем вот такую волну вокруг. И делаем козырек. По ширине он должен быть не слишком большой. Вот у меня, например, по самой наибольшей части 2,5 см. 2,5 см. Теперь мы этот козырек также должны перенести на ткань. Вот моя джинсовая ткань. Сейчас я ее вот так сложу пополам. Сверху укладываю козырек. Вот так. И с помощью ручки обвожу. Готово. Теперь я беру булавку. Скалываю в нескольких местах свою ткань. И с помощью иголки с ниткой начинаю обшивать. Вот эти места. Вот эти мы не шьем. Только по краю. Готово. Вот моя строчка с обратной стороны. Теперь нам нужно вставить в козырек кусочек пластика. Я буду использовать вот такую пластиковую бутылку. Я беру бумажную заготовку, пластик, укладываю сверху и маникюрными ножницами начинаю обводить. Теперь беру ножницы и вырезаю. Также вырезаю наш козырек. Снизу вырезаем практически по контуру. А вверху оставляем запас. И немножечко вот так надрежем, чтобы был полукруглый у нас вот такой край. Теперь нам нужно вывернуть козырек на лицевую сторону. Хорошенечко расправить края. И заутюжить их. Готово. Вот такой аккуратненький у нас получился козырек. Теперь вставляем туда пластик вовнутрь. Теперь берем нашу бумажную заготовку, укладываем по краю и обводим сверху нашу строчку. И теперь по этой строчке мы должны зашить козырек. Теперь мы берем контрастные нитки. У меня красные. Это будет наметка, которую мы будем потом вытаскивать. И сейчас мы должны вот так снизу подвернуть полностью наш край. Сначала на основной детальке, а потом на нашей подкладке. Вот что должно получиться. Изнанка. И основная деталь. Теперь мы берем основную нашу деталь. Козырек. Отмечаем серединку. Для этого складываем пополам. Вот моя серединка. Теперь мы должны совместить вот этот передний шов с серединой. Вот так. И аккуратно по краю вот так пришить козырек нашей основной детали. И вот я уже приметала козырек. Теперь сзади мы должны пришить регулятор размера. У меня вот такая резинка. Сначала мы пришиваем кусочек резинки вот сюда. Вот так. А потом где-то вот на таком расстоянии пришиваем сюда. Вшиваем резинку. Вот так это должно выглядеть. Когда пришиваем резинку, то подворачиваем бочок и низ с двух сторон. Это с изнанки. Пришиваем квадратом. Теперь мы должны сделать вот сюда пуговку. Я буду использовать пистолет. Беру небольшой кусочек бумаги. И сейчас буду ставить сюда вот такие горошины. Они будут похожи на полубусины. Лучше потренироваться, сделать несколько штучек. А потом мы выберем самые красивые. Вот я сделала несколько горошин. Сейчас они должны полностью высохнуть. А потом мы их покрасим лаком. Теперь мы должны вшить нашу подкладку. Для этого выворачиваем кепку. Прикладываем вот этой лицевой стороной к серединке нашего козырька. Вот так. И начинаем потихонечку пришивать по краю к нашей кепке. Вот я уже полностью пришила подкладку. Шов потайной, внутренний. Наружу не выходит. Аккуратно обработала заднюю часть. И по козырьку. Теперь осталось вытащить наметку. И с изнанкой мы уже закончили. И теперь уже нужно красиво декоративной строчкой обшить наш вот этот верхний слой. Заходим изнутри, прячем узелочек туда. И аккуратненько по краю пришиваем нашу лицевую часть. Вот моя декоративная белая строчка. Теперь нам нужно полностью вытащить вот эту красную нитку. Теперь нужно вместе сшить подкладку и нашу лицевую часть. Поэтому насквозь вот так протыкаем и выходим в серединке. Несколько раз проходимся туда-назад. Уже полностью высохли мои капельки клея. Я тут экспериментировала с цветами. Взяла темно-синий и зеленый. Выбрала наиболее удачливые капельки. И покрасила их. Зеленая мне нравится больше. Кроме того, мы с вами должны закрыть вот этот передний шов. Я буду использовать вот такие вот подвески на браслеты Rainbow Loom. Больше всего мне понравилась клубничка. Как раз она будет смотреться хорошо в комплекте с нашей капелькой. Для начала нужно взять ножницы маникюрные и срезать вот это колечко. Вот так. И сейчас с помощью пистолета я приклею нашу клубничку вот сюда на это место. Скроем полностью наш шов. Выкройку, которую я использовала в данном мастер-классе, я сейчас фотографирую и опубликую на своем сайте. Вы можете взять ее вот тут. Переходите, кликайте по подсказке. Также будет ссылка в описании к этому видео. И вот уже высохла моя капелька. Сейчас я ее оторву от листочка. Вот так, аккуратно. И сейчас приклею вот сюда на кепочку, в серединку. И вот такая у меня получилась кепочка. Сзади она регулируется по размеру. Пролазит хвостик. Отлично сидит на кукле. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если вы делаете поделки по моим мастер-классам, то не забывайте показывать их в нашей группе Кукольная Муза. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч!